Масштаб федеральной задачи мировой конкурентоспособности. Ведущие специалисты со всей страны приехали в Самарскую область на инжиниринговую конференцию. В деловой программе серия круглых столов и мастер-классов по вопросам внедрения высоких технологий в существующее производство. Обычно как происходит? Мы сделали, спроектировали, сделали опытный образец, вышли на испытания. Эти испытания, как правило, с первого раза не прошли, мы возвращаемся на перепроектирование. Получается много таких итераций, если двумя словами, дорого и долго. Так вот, современный подход состоит в том, что на первом этапе составляется матрица или их показатели ограничения. Этих показателей может быть тысячи, и все друг другу противоречат. Их баланс сделает проект успешным, и внедрить его в производство можно будет без потерь и долгих испытаний. Это и есть современный инжиниринг. А вот определить технические потребности региона – одна из тем, которой занимается научно-образовательный центр Самарской области. Решая задачи научно-образовательного центра, когда мы занимаемся координацией, вдруг оказывается, что мы в состоянии на проблему и партнерство посмотреть именно с той стороны, с которой требуется выдать результат. Вместе мы можем давать результат, который каждый отдельный университет или участник не может дать. Что мы можем знакомить и помогать работать с крупными индустриальными партнерами. Дискуссии, доклады, демонстрация потенциала и компетенций ведущих университетов и предприятий, презентация инжиниринговых проектов и технологических возможностей. Цель конференции – объединить на одной площадке ведущие компании и их клиентов – ключевые предприятия. Этим же занимается и НОЦ. Всегда рисуют такую схему развития инноваций с долиной смерти, когда есть какие-то хорошие идеи, когда есть внедрение, а вот между этим какая-то яма и не получается построить мосты. Вот НОЦ он для того, чтобы построить эти мосты, чтобы довести инновации до внедрения. В Самарской области важнейшее направление развития – автомобильная отрасль. Здесь особо необходимо внедрение инжиниринговых разработок. И работа над этим уже ведется. Показали в первый день конференции в технопарке «Жигулевская долина». Тольяттинцы с нуля создали электрокар «Зетта». В серийное производство он поступит уже в декабре этого года. А на платформе этого автомобиля можно создавать модификации. Возможно, и нейронное управление. Новое инжиниринговое будущее у отечественного автопрома уже началось. Мария Шпакова, Сергей Александров, Новости губернии. Мария Шпакова, Новости губернии.